всем привет 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 вы на канале пиратская жизнь ног ребятки я уже стала я уже умылась вот сейчас причесывайся реснички прекрасенки распушает их сказать их красота красота перри все супер перейти к кокосинка сегодня еще у меня подстригут вообще красотка к новому году к новому году буду просто пушка девочки буду пучка ну я так уж конечно все же нет предела совершенства модели беру как всегда у меня все по плану ничего не меняется стабильность стабильность мне кажется знаете самое стабильное это не знаю мой канал по валютах типа тайского бата самую стабильные вещи на планете земля так все водичка почти закончилась надо еще купить что-то осталось-то немножко совсем куда чайку так на супер даже без него последний сегодня и на завтра завтра у меня последний укол в этом году надеюсь вообще последний надеюсь что все будет хорошо и будет нормально странные какие-то знаете ощущения вот честно после последнего второго укола у меня как было два дня вообще ничего не болел то есть все прям было хорошо никаких вообще ощущений потом через два дня соответственно у меня опять начались какие-то болевые ощущения вот зачем знать так это больно прям ногу было нога нылила прям туда-сюда ну больно было сейчас вот последние два дня вообще опять не больно то есть оно как-то резко прям так прошло как будто там как-то распределилась что ли и вот непонятно вообще как оно вот так все происходит странно сексуально вылить на себя суп это помните сексуальная сцена из фильма стриптиз что ли Дэми Мур садится и вот так дергает и на нее выливается вода она меня вот так вот дернуть и выливается суп такой бред я не слух но все же так да ладно знаете бред не бред главное чтобы весело было хотя бы себе самой Романтика самолета, романтика на автомобилях. Романтика в самолетах. Дубай, а то я уже несколько раз подпалила ручку. Несколько раз, несколько раз, не улыбай, не улыбай. Не стоит такое хорошее. Веселенькое настроение. Так, я уже испортился. Не хочу, мама. Не хочу. Не хочу. Говорю, вот этот кролический батон. Купишь, они нечем. Портился. Надо булочку съесть. Не надо булку, не надо булку, не надо булку. Вот что он не ест? Что-то он не хочет, это все булочки. А я вот за милую душу. Мне вот тогда, знаете, хочется сладко. Ох, погодка. Слушайте, когда у нас там день зимнего солнцестояния, когда наконец день пойдет на прибыль. Я прям хочу уже, чтобы день пошел на прибыль. Потому что уже устала от этой вот погоды булочкой. Хочется какой-то, знаете, тепля, тепля, красоты. Кайфа. Так. Моя булочка. Моя сладкая булочка. Покорай. Всё, спасибо. Уже вся испачкалась. Так. М-м-м. М-м. М-м-м. 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 Это для меня. Как говорится, крем расти жопа. М-м-м-м. Кто сейчас читал комментарии? одна женщина пишет ниночка вы мне очень нравитесь такая веселая позитивная но почему вот эти ног но вам надо худеть вам надо то вам надо стек эти дочки худеть не худеть на мое личное дело сколько же раз уже можно объяснять я же к вам не лезу худеть вам не худеть облизывать вам тарелку не облизывать делать суп там на неделю не делать суп на неделю господи но я так живу как же так вот смотришь на неё а мне стыдно типа делает она а стыдно мне что за фразу такая дурацкая вообще может быть стыдно за другого человека как так тем более я мне родственник не подруга никто я вам никто и вы мне никто знаете и как так может быть стыдно за походу больше не понимаю он просто быть не должно все каждого свою жизнь посмотрел ну кто-то поржал вот понравилось проповедь пошел дальше а сидеть там там советовать советует вообще это самое последнее дело не прошли советую вообще никому не нужно я вам рассказываю чуть-чуть говорю ой идти в жопу там детей сначала своих ради потом типа больше рассказывает потом учить про детечную такую рассказ и что а вот вы хотите сказать что типа своих ради потом это будешь учить пардон расскажите это потом там не знаю хирургу сначала там операцию сделай потом будешь учить или там какой другому там врачу там это сделали потом будешь учить патологоанатому это расскажите сначала там похоронили там прошли не потом будешь учить блин бред какой-то несут люди просто бред какой то что не надо не надо мне паривать я же вас 5 вот вы же меня не хотите слушать я тоже хочу слышать почему-то я на вас не обижаюсь а вы меня обижаетесь бред бред у нас все стандартно у нас все по хвану она берешь и не согласен а я по любви по любви и хочу свободу свободу мне дайте свободу я птицей ввысью лечу а я не хочу не хочу парчету а я по любви по любви хочу свободу свободу мне дайте свободу я птицей ввысью лечу в детстве пела в школе наш кружок на школу была авторская академическая все дела вот многие кстати это не воспринимают вот кто-то там знаете сидел там спорил по поводу у нас в школе была генетика там же прям холивар генетика прикиньте у нас была авторская академическая школа у нас было очень много всяких разных направлений очень хорошую школу вот кстати я первая пошла в нее то есть у нас как дом построился вот первый год я пошла в эту школу и соответственно там проучилась до этого другие школы тут и я занималась кружки вот так вот занималась кружки пела театральный тоже у нас был может быть тогда у меня заложили и ну конечно знаете если у человека нету какого-то так сказать от природы таланта дара вот в любом случае там нечего будет развивать вот есть много там певичек которые себя строят там всяких разных певиц ну сами даже делают всякие там знаете сидят там друг с другом с кем-то поют там госпит хочет сказать тебе орать только в туалете заняты а есть люди у которых хорошие данные которые просто даже банальных не развивают я например вот так вот нет если бы у меня конечно развивали учили в этом направлении я бы наверно могла бы много удалить но к сожалению увы и ах ах в университет ходила еще вот немножко училась но потом уже как говорится у меня преподавательница тогда помню одна из руководителей нашего кружка вот она к сожалению умерла тогда очень еще молодом возрасте там мрак у нее был хорошая такая была женщина Татьяна по-моему как-то ее звали не помню же а я вот другого преподавателя учет вот ходила вот ну когда уже мама не стала там знаете уже как-то уже некому было меня подталкивать некому было меня развивать всем было как говорится дофига до отец тоже такой ну отец отец был отец ну как бы всем вот этим вот творчеством и прочее мама занималась она хотела она там волосы не давала мне стричь по отчеству у меня же коса была ленющая вообще до 18 лет очень длинная коса была вот как мама не стала я ее обрезу ну по глупости может быть сейчас на самом деле сейчас я не жалею и отрезала тогда волосы а вот и короче как-то так да уже мама там стишок там этот там этот ниночка у нас всегда пела знаете вот и уже некто некая вот это знаете стеснение постоянно приходилось перебарывать и вот родители стали каждый раз в такое неудобное положение что вот они а вообще с ними споет а вы меня спросили хочет она петь или не хочет это сейчас не на избавился от всех комплексов так сказать и то знаете я где-то там знаете какие-то конкурсы там или еще что-то там выйти спеть очень тяжело себя перебороть все равно какой-то некий страх сцены есть вот и еще из меня как говорится нету готового артиста ну кто его знает поверьте я сейчас и я там 20 лет назад это два абсолютно разных человека абсолютно разных и внешне и внутренне вот я считаю что я стала только лучше выросла так сказать и морально и вообще что это здорово ну опять же это знаете это родители от окружения влияли на меня тут уже я сама вот кто-то меняется кто-то ломается кто-то остается таким какой он был ну так 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 что я не согласен нравится мне петь знаете мне когда хорошее настроение у меня всегда душа поет душа поет много знаю песен в общем то немногие я так сказать до конца знаю вот знаю припеваем там такие сякие но к сожалению не все знают до конца так что вот луч солнца золотого вдруг скрыла перед нам так не в туто на месте и между нами снова вдруг выросла стена また на помой ночь пройдет на ступит утро ясное знаю счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, наступит день ненастный, солнце взойдет, солнце взойдет. Не все песни, знаешь, они не подобраны тональности. Если бы заниматься, конечно, да, есть данные, есть данные. А кто его знает? Знаете, очень многие артисты, актеры, певцы даже, они уже начинали там в взрослом возрасте, ничего. Конечно, в идеале это все с детства развивает, но опять же, опять же, чтобы этим заняться. Мама пыталась, но вот слишком рано она, к сожалению, покинула этот мир. Мне кажется, знаете, если действительно ребенок талантлив, если действительно талантлив, не то, чтобы там родители себе рисуют. Ой, у меня самый лучший Феденька, смотрите, что он делает. Там Федя стоит, в носу ковыряет, и мама там, ой, ой, какая милота. Вот если Феденька нормальная, а не вот эту ковыряющую носу, конечно, надо ребенка развивать. И как ни крути, все равно. Даже банально, знаете, вот, как многих там, знаете, отдавали там на сальфеджио и прочее, там, на фото пьяно. Вот, это больше помогает в каком-то культурном развитии. Конечно, многие дети очень не хотят туда ходить, этим заниматься, но я на самом деле рада и хотела бы сказать спасибо моей маме, то, что она меня когда-то отправила на пение. Вот, но на пение, это меня заметили, так сказать, у нас же был этот урок пения. Вот, музыка, пение там, это в школе было, да, какая физкультура, вот. И, соответственно, там меня заметили, я думаю, а-а-а-а, и все. Так что вот такое дело. Ладно. Люблю попить. Когда у меня хорошее настроение, всегда пою. Душа поет. Душа поет. Вы знаете, чистая душа, она всегда поет чистой. Всё. Люблю всех. Целую. Сейчас увидимся на мулбанке. Всем хорошее настроение. И солнце взойдёт. Солнце взойдёт. Всё. Люблю всех. Целую. Увидимся. Хорошее настроение. Пока-пока.